Продолжаем наш эфир. Игорь Эйдман, политический эксперт и российский социолог, публицист, подключается к нам на прямой связи. Здравствуйте, Игорь, рада вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер, взаимно. Множество тем, конечно, хочется с вами обсудить, но давайте начнем от той, которая была в материале. Плата за то, чтобы не попадать на фронт и, по сути, отношение россиян к мобилизации. Вы, как социолог, какие-то видите изменения по отношению к этому вопросу? Или ничего не меняется? Если меняется, то в какую сторону? Ну, надо сказать, что мобилизация изначально была непопулярна крайне в России. И именно впервые после мобилизации сложилось такое ощущение, в том числе и по результатам соцопросов, что россияне как-то слегка задумывались, зачем это вообще война нужна. И отношение ухудшилось достаточно резко и к войне, и к властям, увеличились панические настроения. То есть она была непопулярна и в прошлом году, когда была объявлена, то есть осенью прошлого года. Надо сказать, что, опять-таки, по всем вопросам, она непопулярна, новая волна мобилизации, возможная. Она непопулярна и сейчас. Большинство опрошенных выступает против этого, как бы с такой мерой не согласны, и даже не согласны с такой мерой, если новой волне мобилизации объявит сам великий ужасный Путин. Так что, как бы, вот это такая болезненная точка очень в российском сознании. Россияне очень социально атомизировано, российское общество. Люди, в общем-то, беспокоятся прежде всего о своих интересах, интересах своих семей. И сейчас они уже, в общем-то, большинству достаточно безразлично. Судьба тех людей, которые по своей воле или насильно были призваны на эту войну. Главное, чтобы не забрали их, и новая волна мобилизации может действительно запустить какой-то процесс отрезвления, что называется, в обществе и процесс потери популярности как войны, так и и инициатора, то есть путинской власти. Вот вы знаете, как раз говоря о теме потери интереса к войне и актуальности самой темы как мобилизации, хотелось бы обратить внимание на заявления чиновников Российской Федерации. В частности, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов написал в своем телеграмме, ну, мягко говоря, очень странное заявление сделал после того, как встретился с ранеными солдатами, которые вернулись в так называемое СВО, так он написал, что российские военные хорошо понимают, за что воюют в Украине, потому что видели в местных школах гендерно-нейтральные туалеты. Хочется понять, зачем это делать? Это осознанная попытка подпеть власти и надавить на эту скрепу гендерную, либо же это попытка прикрыть себя, показать, что он тоже может, как Медведев, всякую ересь нести в телеграм-канале. Что это было? И давай важно добавим, что это ложь, потому что в украинских школах гендерно-нейтральных туалетов не существует. Я, как сын-директора школы, могу просто, знаете, как это, перекреститься и свечу подержать, если надо. Да, нет, это безусловно ложь. Но это важный момент, что это просто еще и ложь. Да, у меня дети учатся в Берлине, дети учатся в Берлине в школах, да, и здесь тоже нет этого. Даже в Берлине, что же говорить про Украину, если в самом, в этом смысле, скажем так, продвинутом в Берлине, такого нет. Так что это, конечно, чушь и ложь, но для чего Беглов несет эту ахинею? Для того же, для чего вообще несут свою любую ахинею российские чиновники. Они все пытаются понравиться диктатору, они пытаются понравиться Путину. Они знают, что у Путина на этом абсолютно точно бзик. Вот на теме ЛГБТ, на теме гомофобии, на теме социальных меньшинств и так далее, и так далее. У него совершенно очевидные просто с этим проблемы, да, психологические. У него по этому поводу постоянно он сначала только там шутил по этому поводу, причем беспрестанно, что тоже как бы, если вспомнить Фрейда, да, шутки, проговорки, они выдают собственные подсознательные проблемы. А сейчас он вытащил эту гомофобию и ненависть к ЛГБТ в качестве фактической официальной идеологии России. Во-первых, это говорит о том, что у него не все в порядке с головой у Путина, с очевидностью. И даже как бы психологи считают, что это вполне вероятно связано с тем, что он сам латентный гомосексуал, который с детства вытесняет и вытеснил социально, вытеснил свои гомосексуальные мысли, вовлечения, желания и стал гомофобом. Такое бывает довольно часто или, по крайней мере, такие случаи встречаются. И вот это классический пример. Мы уже видели его юношеские фотографии, он был такой слабенький женоподобный мальчик, а потом он все это вытеснил себе и возненавидел. И в результате под его вот эту дудку, я не скажу пьяную, но какую-то безумную дудку, пляшет вся страна. И тот же Беглов, стараясь ему понравиться, пытается изобразить из себя тоже какого-то там борца с ЛГБТ-угрозой или с чем-то в этом роде. В результате получается страшно смешно, если условно СССР противостоял Западу с некой коммунистической идеологией. Она, конечно, была преступна, порочна, но это была такая фундированная, мощная довольно сила, которая имела множество последователей, множество томов написанных и прочее. Нынешняя холодная война, которая ведет против Запада и горячая война, которую Путин ведет против Украины, она ведется под новым идеологическим соусом. Коммунистическая идеология же отброшена, а что взамен? А взамен ничего умнее они не придумали, чем какой-то жалкий лепет о каких-то там трансгендерных туалетах, значит, о десятигендерах в США и прочей какая-то гомофобная чепуха. То есть главной ценностью России, по сути, объявлены общественные туалеты М и Ж, где написано жирными буквами, и никакой другой туалет быть не должен. И, значит, собственные непорочные задницы. Это вот единственное, видимо, что у россиян осталось в качестве духовных и прочих ценностей тоже. По крайней мере, если слушать Путина Беглова и их прихлепателей. Да, вы знаете, говоря об этих гендерных туалетах, вспоминается, как Путин говорил, кто как обзывается, тот сам так и называется. И вот эта формула сработала абсолютно в адрес Кремля и всех этих заявлений. Хотелось бы вот что вас спросить. А как вы бы описали сегодняшнюю современную идеологию Российской Федерации? Ну, вот вы знаете, вы просто сейчас немного опередили, да, меня, потому что, вернее, я вас опередил, потому что я вот ее как раз и описывал. Идеологии никакой по большому счету нет. Есть какой-то жалкий... Не православный коммунизм, например. Нет, 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 это жалкий леп... Идеологии, как таковой, разработанные, какой-то фунтированные. Нет. Есть вот некий жалкий лепет в основном, да, на тему ЛГБТ, на тему каких-то там гендеров и прочих гей-парадов и прочее, и прочее. Это идеология, то есть это подобие идеологии на такую чистую интеллектуальную нищету и умственную отсталость людей, которые сейчас в России власти выдают. Ничего больше, ни на что больше их не хватило. Как придумать ценность, как я уже сказал, в виде правильных туалетов и, значит, непорочных задниц российских граждан. Игорь, это может быть проблемой. Скажите, пожалуйста, вот мы эту мысль часто подчеркиваем, и в том числе с вашей помощью, да, вот вы аргументируете, почему идеологии нет, да, там в Северной Корее есть какой-то чучхе, есть диктатура, есть какое-то понимание, куда они идут и зачем, хоть это там абсолютно неконструктивно. А это может быть проблемой для режима или нет? Вот отсутствие идеологии, то, что она гибридная. То есть, с одной стороны, мы хотим айфоны покупать во всех городах России, с другой, мы ненавидим все американское, да. Мы хотим ездить на хороших машинах, при этом ненавидеть Германию. Но Пепси пьем с буквой Z. Да, вопрос в том, что может ли это быть проблемой, или это такая гибридная форма, на которой, наоборот, можно далеко уехать? Она не взрывается. Я сейчас вам скажу, что может быть серьезной проблемой для этого режима, именно в идеологическом смысле, да. Значит, в свое время, опять-таки, возьмем пример СССР, да. СССР в значительной степени держался за счет коммунистической идеологии, за счет обещания людям светлого будущего, да, обещания коммунизма. Пока в это люди верили, люди как-то подчинялись власти, играли в тигры. В это перестали, значит, коммунизм, обещанный Хрущевым в 1980 году, был заменен на Олимпиаду, значит, вскоре Советский Союз развалился. Значит, вот в той пропаганде, в той идеологической пропаганде, которую ведет сейчас российские власти, ну, помимо вот этой темы, которую мы обсуждали, гомофобной, есть еще другая важная тема, это новая утопия, уже не коммунизма, а утопия победы. Утопия победы, обращенная в прошлое, это победа мифическая, по большому счету, во Второй мировой войне, единолично с Россией, да, чего, в общем-то, не было, если разбираться. И утопия, обращенная в будущее, победа в новой большой войне. К войне в Украине население готовили давно, годами. Население внушалось, что будет новая какая-то война, и мы победим, значит, Путин это залог победы, мы народ победитель, мы проиграть не можем, и так далее, и так далее. Вот эта идеологическая схема, она может полностью разрушиться, если столкнется с реальностью, или вернее, когда столкнется с реальностью, с поражением России в той большой войне, которую она развязала против Украины. Вот это будет фундаментальный удар по общественному сознанию, который держится на вот этом ожидании скорой победы, она до сих пор верит в это население, судя по вопросу. А это же ожидание скорой победы, ожидание того, что мы проиграть не можем, мы там, великая страна, народ победитель, и Путин проиграть не может, и так далее. Вот если это столкнется с реальностью, этот миф разобьется, а с ним и режим потеряет, и лично Путин, свою легитимность. Легитимность как залог вот этой победы, которую обещанной населению уже давно. Понятно. Ну да, пока этот странный микс в виде людей, которые в Подмосковье две недели замерзают, но при этом яро хотят уничтожить Запад, он существует, да, мы имеем войну. Но надеемся, что ВСУ помогут развенчать и этот миф, о котором вы рассказывали, Игорь. Спасибо вам за участие в эфире. Игорь Эйдман, политический эксперт, российский социолог и публицист, был в эфире телеканала Freedom. Спасибо.